МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С главными событиями к этому часу в студии Екатерина Дементьева. Сегодня в выпуске. До первого школьного звонка в новом учебном году остается менее двух недель. Тем временем подарки для первоклашек уже ждут своих героев. В ближайшее время они поступят в школы города. В Год здоровья в Ненецком округе уделяется пристальное внимание решению проблем в системе окружного здравоохранения. Реализацию прав северян на здоровье и качество жизни правозащитники обсудят на межрегиональной конференции, которая пройдет в Нарьинмаре в сентябре. Если рассматривать Новгородскую область с точки зрения федеральной программы переселения жителей Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны, то Новгородщина одно из таких мест. Центр развития бизнеса Ненецкого округа решил поучаствовать в модном эксперименте и пригласил в Нарьинмар творческую команду во главе с руководителем проекта «Календарь модных событий». Глава региона провел рабочую встречу с уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе. Актуальные вопросы защиты права на жизнь и здоровье в условиях Арктики, укрепление правозащитного механизма в округе, сотрудничество с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Татьяной Москальковой основные темы очередной рабочей встречи Александра Цибульского и Ларисы Свиридовой. Мы решаем все в режиме диалога и больше я того скажу, что мы сократили уровни письменных обращений, потому что когда ты создаешь здравую команду и она сейчас решает для человека, а для человека важно, чтобы время и расстояние не препятствовали исполнению его какого-то прямого права и обращения. Конечно, здесь в этом плане нам помогают и федеральные полночные, потому что некоторые вопросы, которые мы не можем здесь решить, и мы понимаем, что в повестке мы вряд ли будем номер один, конечно, Татьяна Николаевна рассматривает и оказывает прямое содействие. Это касается и субсидирования билетов, и санто-конкурортного лечения. И, конечно, у нас номер один – это тема в том числе и здравоохранения, потому что есть высокотехнологичная помощь, есть реабилитация после нее, ну и, конечно же, те нормативы, которые нам препятствуют сделать некоторые специалисты узких по два, по три или взаимозаменяемость на селе. Глава региона, в свою очередь, отметил, как положительный фактор в достижении поставленных целей для улучшения качества жизни населения округа конструктивное взаимодействие всех ветвей власти. Мне кажется, что это очень-очень правильное взаимодействие, которое всегда играет на благо человека, на благо людей. Мы все вместе, в общем, стоим на том, чтобы, с одной стороны, улучшать жизнь и качество жизни наших людей, с другой стороны, чтобы ни в коем случае никакими нашими решениями права человека, каждого человека, проживающего в нашей стране и в нашем округе, не нарушить. В год здоровья в Ненецком округе уделяется пристальное внимание решению проблем в системе окружного здравоохранения. Реализацию прав северян на здоровье и качество жизни правозащитники обсудят на межрегиональной конференции, которая пройдет в Нарьинмаре в сентябре. В конференции примут участие региональные омбудсмены, представители правительства и ведущих медицинских институтов страны. Ненецкий округ активно готовится к началу учебного года. До первого школьного звонка в новом учебном году остается менее двух недель. Для педагогов учебный год стартует чуть раньше – 29 августа. В этот день педагоги соберутся на традиционный августовский педсовет, где обсудят развитие регионального образования в контексте современных стратегических ориентиров. Тем временем подарки для первоклашек уже ждут своих героев. В ближайшее время они поступят в школы округа. В этом году, 1 сентября, первоклассников ждут традиционные подарки ко Дню Знаний. Карандаши, ручки, цветная бумага, картон, папки для акварели, краски, кисти. Всего около 30 наименований школьных принадлежностей. Кроме того, набор первоклассника содержит книги, азбуку безопасности и иллюстрированную энциклопедию по астрономии. В подарок ко Дню Знаний дети получат также набор настольных игр. В комплект также хотелось бы отметить, что входят дополнительно еще и игры, которые включают в себя это шашки, шнарды и шахматы. В первую очередь мы сейчас проявляем особую заинтересованность, чтобы ребята играли в шахматы, потому что в новом учебном году планируем проведение соревнований регионального масштаба. Кроме того, в этот набор входит еще и инструкция по правилам поведения, чтобы ребята ознакомились и могли прочитать и ознакомиться, как вести себя дома, на улице непосредственно и в школе. В этом году, по предварительным данным профильного департамента, 1 сентября порог окружных школ перешагнут 720 первоклассников. Подарки же формируют с учетом возможного увеличения количества учеников. К концу августа канцелярские наборы будут распределены по школам округа. Стоимость каждого из них порядка 2000 рублей. В набор первоклассников входит все то самое необходимое, которое согласовано на сегодняшний день учителями начальных классов, которые, в принципе, включили те предметы, которые необходимы для уроков в начале первого класса. И, безусловно, данный подарок, хотелось бы отметить, что является хорошим подспорьем для родителей только потому, что не надо ломать голову по поводу того, что необходимо купить ребенку и как подготовить его в первый класс. Также в рамках подготовки к началу учебного года 29 августа состоится традиционная августовская педагогическая конференция. Откроет мероприятие «Рабочее совещание», на котором руководители образовательных учреждений обсудят актуальные вопросы в сфере образования. Затем начнутся педагогические чтения, которые пройдут по тематическим секциям. На них будут обсуждаться достижения педагогической науки и инновационные образовательные практики. Александр Литкова, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Сегодня состоялось внеочередное заседание администрации Ненецкого округа. Представители исполнительной власти обсудили проект закона о внесении изменений в закон Ненецкого округа об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. Как отметила в своем докладе Татьяна Лагвиненко, руководитель регионального департамента финансов доходы окружного бюджета увеличиваются в текущем году на 2 миллиарда 167 миллионов рублей. При этом большая их часть это федеральные средства, поступившие в регион. В целом доходы окружного бюджета 2019 года в настоящее время составляют более 21 миллиарда рублей. Выросла и расходная часть главного финансового документа округа порядка 24,5 миллиардов. При этом дефицит окружного бюджета составляет порядка 18%. Внесенные изменения в бюджет касаются финансирования строительства автомобильной трассы Наринмар-Усинск, индексации питания в образовательных учреждениях региона, проектирования и строительства объектов на селе. Накануне мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин и глава Наринмара Олег Белак подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С подробностями Любовь Пермякова. Соглашение подписано. В зале официальных мероприятий Дворца культуры Арктика мэры двух городов Великого Новгорода и Наринмара подписали соглашение о сотрудничестве, которое позволит развивать отношения двух столиц сразу в нескольких областях образовательной, туристической и экономической. В этот же день участники делегации Новгородской области встретились с горожанами, где в дружеской обстановке рассказали о привлекательности новгородчины и возможности их получения здесь образования. У вас сегодня средний возраст жителей 35 лет. Мы бы хотели ваших коллег, ваших детей привлечь к нам, обучить, показать наши красоты. Может быть, кто-то останется и в регионе, в нашем жить и дальше продолжать строить свою семью, расти детей. Тихий и спокойный город, где каждый камень дышит историей, по словам Вероники Мининой, идеальное место для воспитания детей. В городе строят современные детские сады и школы. Правительство Новгородской области уделяет большое внимание и дополнительному образованию. В Великом Новгороде даже есть место, где растят будущих гениев. Это детский технопарк Кванториум. Здесь обучение проводится под таким направлением, как хай-тек, айти-квантум, энерджи-квантум, геоквантум и робо-квантум. Если говорить проще, эта образовательная площадка нацелена на подготовку будущих высококвалифицированных инженерных кадров, разработку, тестирование и внедрение инновационных технологий и идей. Здесь можно совершить путешествие во времени на 13 веков назад, насладиться известным с древних времен новгородским гостеприимством и вдохнуть глоток воздуха, которым дышала зарождающаяся Русь. Новгородцы не носили лаптей, а ходили в кожаных сапогах. Здесь мостили улицы с древних времен. Грамоту знали даже дети, а князей жители Вечевой Республики звали и прогоняли когда хотели. В Великом Новгороде вы в полной мере ощутите связь времен и исконную атмосферу русской земли. Великий Новгород город-музей Древней Руси уникальное место из точки зрения архитектуры. Только здесь сохранилось огромное количество памятников 11-16 веков. Древние церкви и монастыри, мощные оборонительные башни новгородской крепости, деревянные дома возрастом в 400 лет. Все это великолепие ждет туристов, решивших посетить этот замечательный город. Он занимает второе место по количеству памятников ЮНЕСКО после Рима. Если рассматривать Новгородскую область с точки зрения федеральной программы переселения жителей Крайнего Севера в климатически благоприятные регионы страны, то Новгородщина одно из таких мест. Это программа переселения жителей и благоприятные регионы. В принципе, ваш регион относится к таковым. Здесь нужна добрая воля от самих граждан. Это хорошо, что вы презентовать будете. Эта информация дойдет до жителей. Они должны все увидеть, все прелести. Но есть, наверное, с точки зрения медицины, конечно, лучше переезжать в такие регионы, которые сильно не отличаются от районов Крайнего Севера. Но такие, чтобы не резкие скачки были. Потому что иногда и в южные регионы просто запрещают переселяться врачей. Ну, по крайней мере, противопоказания существуют. Вот. Мы готовы информацию, которая у вас есть, проспекты и прочее представлять, чтобы граждане, принимая решение, увидели ваши предложения. Для информации и удобства потенциальных переселенцев правительства Новгорода и их партнеры разработали специальный информационный портал «Переезжай в Великий Новгород». И хочу вам сказать, что у нас очень хорошие перспективы. Мы находимся рядом с Санкт-Петербургом. В этом году строители обещали запустить окончательно трассу М-11 и от нашего города до северной столицы Санкт-Петербурга на автомобиле можно будет добраться за полтора часа. Мэр Великого Новгорода отметил, что духовная столица России славится и своими средними и высшими учебными заведениями. Есть здесь и Государственный университет имени Ярослава Мудрого. После подписания соглашения о сотрудничестве между правительствами двух регионов и их столиц делегация Новгородской области оценила масштабность строящейся школы в районе улицы Авиаторов. На сегодняшний день строительство находится в завершающей стадии. Практически все помещения готовы под чистовую отделку. Идет подготовка к работам по обустройству внутреннего двора здания и автокласса. Любовь Пермякова, Александра Литкова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Как сообщили в Центре занятости населения Неницкого автономного округа, в учреждении проводятся бесплатные профессиональные обучения граждан предпенсионного возраста. Форма обучения, как правило, дистанционная. Деньги выделяются из федерального и окружного бюджетов. На сегодняшний день заключено 9 договоров. Работа в этом направлении продолжается. Желающим необходимо обратиться в Центр занятости. Возможно, Неницкую моду в ближайшее время смогут оценить не только в северных регионах страны, но и в Европе и даже в Азии. В современном мире многие именитые дизайнеры обращают свой взгляд на этнические мотивы. Центр развития бизнеса Неницкого округа решил поучаствовать в модном эксперименте и пригласил в Нарьинмар творческую команду во главе с руководителем проекта «Календарь модных событий». Есть ли у местных дизайнеров шанс выйти на новый уровень? В фэшн-индустрии разбиралась Любовь Пермякова. В тундре выжить крайне сложно. Даже вот такой простой функциональный момент, как рукавица, он, по-моему, совершенно уникален. То есть, это варежка с одной стороны, но когда варежка не нужна, мы просто согнуем руку. Мастер Ольга Суховарова из Нарьинмара, давно влюблена в ненецкую культуру. Как смеясь, говорит девушка, русская по национальности, в душе на коренной житель севера. Я очень много езжу по тундре, очень много общаюсь с юниеводами, езжу к ним в гости, в чум. И я настолько прониклась ненецкой культурой, она потому что очень красивая, она безграничная, она не может не нравиться. Мысль у меня возникла такая, а почему не сделать одежду современную, простую, обычную, ту, к которой мы все привыкли, но привнести в нее национальный акцент, ее стилизовать. Помочь воплотить мечту в жизнь Ольге и ее коллегам по мастерству приехала команда специалистов во главе с руководителем проекта «Календарь модных событий» Романом Ефремовым. И в этом, в том числе их собственная сила, если они сохранят национальные вот эти традиции и смогут их преподнести по-новому, то они могут быть очень востребованы. В этом сейчас по большому счету секрет успеха очень многих видов одежды, например, японской одежды, которая, конечно, в традиционном виде совершенно неприменима в жизни, но с другой стороны мотивы японской одежды, если их по-новому преподносит публике, они пользуются очень большой популярностью. По словам Романа Ефремова, задача модной тройки – найти подходы, чтобы одежду сделать понятной самому широкому кругу покупателей. В рамках проекта запланирована разработка капсульной коллекции. Капсулы – это несколько видов изделий, которые составляют основу гардероба. Ее помогут создать специалисты по текстильному дизайну из Ивановской области. Одна из них Анастасия Корнилович. Предполагается сейчас помочь в разработке изделий, которые были бы современные, которые были в соответствии с модными трендами и были предназначены не только для тех, кто живет на Крайнем Севере, но и для людей европейских, людей России, для молодежи. Потому что, опять же, то, что изготавливается в этническом стиле, это все равно связь с историей, связь с культурой, связь с традициями. Еще один член модной команды, заведующий кафедрой текстильного дизайна Ивановского политехнического университета Ольга Сурикова уверена, у местных дизайнеров большое будущее. Это удивительно, насколько местные умельцы этим живут. Как это... Это живое. Вы понимаете, это не просто мы приехали в музей, где нам показывают какие-то исторические образцы, искусствовед рассказывает. Здесь именно живое, здесь все живое. Вся легенда наполнена смыслом. Каждый орнамент на платье или на костюме он имеет свой символизм, свой образ. И вот это богатое наследие, конечно, хотелось бы показать всему миру. Этник, она не то, что сейчас популярна, она всегда популярна. Просто то становятся индейские мотивы, то африканские, то китайские. То есть этнический стиль, он всегда дизайнерами используется. Стоит отметить, самая первая капсульная коллекция появилась в 1969 году в известном французском каталоге от дизайнера Эммануиля Кана. В нее вошло 32 предмета. Надеемся, что и коллекция наших мастеров будет пользоваться успехом. Любовь Пермяков, Владислав Носкин, Телеканал Север. 24 августа Нарьин Марв в четвертый раз примет участие во всероссийской акции «Ночь кино», которая стала традиционным культурным событием для страны. Мероприятие приурочено ко дню российского кино, который отмечается 27 августа. Фильмы для акции «Ночь кино» выбрали с помощью онлайн-голосования на сайте ТАСС. Всего в списке было 26 работ. Лидером голосования стал «Балканский рубеж», набравший более 8,5 тысяч голосов. В рамках акции в концертном зале Дворца культуры покажет семейную комедию «Домовой» с возрастным рейтингом 6+, боевик «Балканский рубеж» с возрастным рейтингом 16+, и комедию по мотивам ситкома «Полицейские срублевки» «Новогодний беспредел» с возрастным рейтингом 16+. Помимо кинопоказов Творец культуры готовит множество просветительских и развлекательных программ по Е1 этажа с 16 до 18 часов. А также напоминает, что на последний сеанс в связи с комендантским часом допускаются зрители старше 18 лет. Такова информационная картина этого дня. Также наши новости можно увидеть в официальной группе телеканала «Север ВКонтакте». Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин